Отмечать День России начали с самого утра. Праздничное настроение задали самые активные и спортивные сочинцы. Десятки горожан приняли участие в легкоатлетическом кроссе. Сочинская миля пролегала по улице Новогинской. Бежали как дети, так и взрослые, только разные дистанции. Кто-то 500 метров, а кто и 6,5 тысяч. Для нас это замечательная погода, отличное настроение, спорт. Спорт – это жизнь, поэтому мы здесь. Регулярно занимаемся. Все серьезно. Основные же гуляния в честь Дня Российской Федерации прошли на площади Южного Мола. Здесь работала выставка мастеров прикладного искусства. Прошел галоконцерт победителей городского конкурса детского творчества. А уже вечером здесь же стартовал большой праздничный концерт. Давай, Россия, давай, 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 красиво, давай, давай. Украшали сцену творческие коллективы города и края. А сама площадь заполнилась не только сочинцами, но и гостями курорта. Сюда они пришли целыми семьями, решив отметить День России сообща. К тому же один из главногосударственных праздников был объявлен выходным. Для нас День России – это гордость за нашу родину. И за то, что многоационально, и за то, что мы живем в таком чудесном городе, Сочи. Мы гордимся нашей Россией. Это гордость за страну, в которой я живу. Это мир и счастье моим детям и внукам. Потому что светлое небо головой. И есть уверенность в завтрашнем дне. Я очень горжусь нашей страной. За всеми людьми, кто живет у нас. А какой у нас город самый лучший в мире. Это непередаваемое ощущение, позитива. Гордость за всех наших людей. За то, что у нас такая красивая природа. Что мы здесь на таком красивом месте собрались. 12 июня – это не День независимости, как считают некоторые. 12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В этот день, в 1990 году, была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. В те смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, юное государство начинало свой новый путь, оставив за собой статус многонациональной страны. О том, что смысл торжества, в том числе и в национальном единстве, на празднике говорил и глава города Сочи Анатолий Пахомов. Очень приятно, что здесь сегодня собрались представители национальных культурных объединений нашего города-курорта. Русские, грузины, армяне, греки, белорусы, эстонцы и многие-многие другие. В нашем городе проживает более 120 национальностей. И тем не менее, для всех нас есть один общий знаменатик. Мы сочинцы, мы любим наш город, мы любим нашу страну, мы трудимся для того, чтобы сделать Сочи еще лучше и краше. И у нас обязательно получится с праздником, дорогие сочинцы, с праздником, россияне, мира вам, добра, счастья и здоровья. В этот же день в Сочи стало еще больше россиян. В День России первые паспорта юным гражданам страны вручил мэр города. Это настоящий праздник, потому что мне вручили сегодня паспорт. Это очень почетно. Я очень рада, я горжусь тем, что я гражданин России. Я навсегда запомню то, что я получила паспорт в день рождения своей страны. Вместе одна страна. Подними руки к небу до синего дна. Славим Россию во все времена. Вместе одна страна. Инга Габеша, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.